Вот. Папа не вернулся, а я вот как есть. Скажите, а в каком году попали на фронт? На фронт? Освободили нас в 41-м году. В 41-м, да? А число, дата, вот помните? Ну, какое число, я не знаю. Хотел бы месяц. Не знаю, какое число это было. Освободили. А мы собрались, комсомольцы. Комсомольцы. Нас 11 человек, ребят. Ночью собрались. Никакого транспорта, ничего. С того-то Михайловского поселка, там, где родились. Вот. Собрались и ночью ушли в райком комсомола. А вот тут вот на Тябрьской у нас райком комсомола. А вы были с фронта в каком году? На фронте? Вы были. Ну, ушли с фронта. То есть до конца воевали? Не поняла. Ну, как, не поняла. Как была дата, когда вы выбыли с фронта? А, когда уже я закончила фронт, у нас закончился фронт, второй белорусский... Это, как его, черт возьми, как же его назвали? Польша. Город Белосток. По-моему. Город Белосток. Да, а мы охраняли там аэродром, когда закончилась война. Скажите... Ну, мы там еще побольше. Мы там еще две недели, не то три жили. Помните название своей армии, части, корпуса? Название армии. Есть у меня все, сейчас я вам скажу, что вы только отыскались всю ночь, пышком ши. 27 километров от Михайловского поселка Желяйского сельсовета. Вот сюда шли мы. Ну, а там сразу нас окружили. Из военкомата, медики, девочек, мальчиков. Обследовать, смотреть все. А там нам уже готовят лёжку, где обедать, где вот на Октябрьской. На самом углу, против тюрьмы. Это было начало. Так что там, непонятно. Все, теперь я разобрался, да. 45-й зенитно-пулеметный полк. И ваше звание, то есть младший сержант, да? Младший сержант. Скажите, пожалуйста, было ли у вас ощущение надвигающейся войны в то время? Не поняла я. Было ли у вас ощущение надвигающейся войны? Ощущение какое у меня было. Было ли оно вообще ощущение надвигающейся войны? Не дай Господь, какое было ощущение. Когда мой муж ещё маленький, и у подвала прятались. Ощущение перед войной, то есть, что будет сейчас начало. Перед войной ощущения какие были. Будет начало или нет? То есть, что думали? Не поняли? Да нет, я услышать услышала, какое течение, что перед... Прямо начали. Как только поступил, шагнул гад на нашу землю, нас девочек забрали, таких красивых, некрасивых. Обывали лапки, обывали вальники, обывали и на дорожку чистить дорогу. Вот. И нас заставляли. Вот это наше было, значит, ощущение, что нас ожидало. Потому что у меня туда придём на дорогу, дорогу чистить. Он валенки с меня снял, самодел, свои обмотки снял, а я обмоточками замотала и не отпустил домой до тех пор, пока, значит, не закончили работу до конца вечера. Вот, он в моих валенках, а я в обмотках зимой. Вот какое было ощущение. А, скажите, пожалуйста, как вы узнали о начале войны? О начале войны? Да. Читали, наверное. Ты читали? Ну, вот, читали. В газете? В газеты. В радио. И по радио, и газеты читали. И все знали, что война начинается. А потом стали призывать уже до призывников. А потом у близких провожать уже стали, которые по возрасту постарше у нас были. А что вы думали тогда о причинах войны? Как вы думали? Из чего началась война? Ну, никто не ожидал. Мы же все-таки, когда нас взяли по 18 лет, уже стало нам. Чего ж, мы уже знали, что надо будет держать, надо будет, значит, крепиться. Надо, надо, чтобы нам завоевать и не допустить врага дорогу. Расскажите, пожалуйста, о том, когда и как вы были призваны в действующую армию? Можно сказать, что это не слово. Когда и как? Когда записано. Когда записано. Вот вы рассказали, что комсомоль. Да, ушли мы. И все, больше не вернулись. Мама следом кричала, там искала. Дочь пропала. А в каких сражениях, операциях вам пришлось принимать участие? В каких сражениях? В каких сражениях и операциях вам пришлось принимать участие? В каких сражениях? В станции Новозыпково. Вот здесь вот. Там налетели самолеты. И наши войска погружены. Сколько было эшелонов, пришли на эту станцию, на Новозыпково. Никто не знал. А там была версия такая, что налетели самолеты. И мы кто куда убежали? Наша Тася Сараеву с нашим пулеметом, с нашей столовой, с кухней. Туда, значит, разбомбили. А мы поразбежались и кругом с этих своих, ну, в чем мы ехали-то, с поездов. Кругом. А поездов, полно стояло поездов на этой станции. Потому что это была диверсия для того, чтобы сделать там киш-миш. И там столько много было. И вот мы, когда разбомбили нас, когда кто остался живой, кто не живой, идешь назад. Кричать ребята, ой, помогите, помогите, все кричать, кричать, помогите. Кто висит за руки, кто за ноги, кто умирает, кто, кто что. Ну, кто остался, мы пришли в свой эшелон, попрыгали, ну, телячьи вагоны были. Телячьи вагоны попрыгали, туда посели, пособрались, а сколько. Потом была команда к вечеру, к вечеру команда, и куда-то нас повезли. А куда мы повезли ночью, а куда мы знаем, куда нас повезли ночью. Ну, потом, потом я наутро уже знаю, что нас привезли. Там, станция Белосток, станция Белосток, там, значит, нельзя было, нельзя было проехать поезду никакому, и, это самое, движение никакого. Ну, в смысле, речка, что ли, была какая-то, я забывать уже стала. Речка какая-то была большая, вот как ее, эту речку называли. Вот, речку эту называли. И нас там остановили, и эту самую палатку нам поставили, умерли ем, туда, значит, где нам быть. И не пускали, мы охраняли вот этот массив, где окружали день и ночь самолеты. День и ночь самолеты над нами кружили, а мы попеременно караулили, в смысле, дежурили этих самых взлётов самолётов. Вспомните, пожалуйста, эпизод, наиболее яркий боевой эпизод с вашим участием. С моим участием? А с моим участием, вот, на, вот, вся, эпизод вот такой. Я, когда уже кончилась почти война, уже оттуда за Польшу, за Белосток, за, это, по каким-то... А я была, у нас хохлы были, а я была начальник караула. Вечером пошла посты проверять. Пошла посты проверять. А у меня, значит, такое... Как правило, подходишь к землянке, она, поставаясь, стоит, значит, с пулемётом, пулемёт ДШК. Наш пулемёт ДШК, на котором я работала, вон, музей, где Рома, он находится. И, значит, думаешь, как же так... Как, 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 как это так... Подхожу близко, ну... Где пулемёт находится, а сидит девочка такая вот, и на винтовке, и дремит. А я проверяю посты. Подхожу близко, меня должны окликнуть, что и кто идёт. Ничего подобного. Тишина. И только она глаза открыла, так, вот, дарила мне. И мне вот этот вот, нового распорола. Ну, это страшновато было, конечно. Как такой... А какая минута, день события были самыми трудными, тяжёлыми и опасными для вас? Ну, какие минуты? Как же минуты были опасные для меня? Ну, для всех, для нас. Ну, вот такие... Такие, как... Ну, как, как, к примеру, сказать? Я даже не знаю. Какие минуты? Какие минуты? Ну, на пост становишься, самолёты налетают, значит, налёт самолётов. И думаешь. Там некогда думать, думаешь. Прятаться некуда. И нельзя. Вот. И вот мы со своими пулемётами, со своими, значит, оружиями дежуришь. Это страшно. Когда рвётся рядом, разрывается, значит, пулемёт, то есть этот самый, самолёт. Куда лететь? Что лететь? На тебе не попало. Ну, это, это, это уже, это уже хорошо. Страшно, конечно, как передать, другими словами. Какое событие запомнилось, как радостное? Как радостное? Ну, это, когда, когда сказали, когда нам старые платьишки повыдали, и когда нам дали первые, первые, самые, дали такую первую, а, вот она, вот она, самую первую, вот эту, самую первую дали. За что эту медаль? Вот эту медаль, да, это самая первая. Это было радостно. Ну, а эти потом, потом, потом. А за что эта медаль? А? За что эта медаль? Как, за что? Как участнику войны. Участник войны? Да. Как участник войны. А какая из наград для вас особенно дорога, и почему? Вот это. Как, как, не понимаю. Какая из наград для вас особенно дорога? Особенно дорога. Девочки, я не знаю, как ответить вам на этот вопрос, и для меня все дорогие, все потому, что я их не купила, я их не отняла, не подарили мне. Я 15 лет на часовом заводе работала, и каждый год мне давали, скажи, вот у меня это, удостоверение есть. И каждый год давали, и на все есть документы, на все медали есть документы. Это для меня была радость. Приходят все работать, все садятся, работают, такие же, как вы, и другие, и я пришла. А мне приходят из военкомата, люди другие, меня вызывают, и фотографии, и на стенку клеют, вот, и фотографируют, вот, такие особенные, особенные, ну, типа радостные, типа приятные, вот. И потом я была выбрана, девчонки молодые, которые хотят работать, фотокарточки много есть, вот. Приходят они, у них спрашиваешь, где ты была, сколько училась у нас, 4 человека, у комиссии было, я была в комиссии, и их, и спрашиваешь, что ты делала, что ты умеешь делать, что ты, что, она все рассказывает, а мы, значит, спрашиваем, мы спрашиваем, то, что, и потом ей даешь у нас такие листочки, были, не листочки, а бланочки такие, что она допускается, значит, на сборку часов, сборку, на сборку часов, такой-то, шестой цех, это была обязанность наша была, это мы в этой комиссии, между прочим, они уже, двое умерли, я, я жива, и еще одна жива, двое умерли, а двое, все живы, то, что, то, что мы были у комиссии, принимали, вот эти девочки, а потом они работают, вот, это все радостно. А с какими чувствами вы шли на войну, а с какими возвращались? Чуточку по-русски. С какими чувствами вы шли на войну, а с какими возвращались? Ну, с чувствами на войну, шли, хохотали, смеялись, от души, друг другу пинали, шли, как такие вот, такой возраст, даже моложе, вот, когда, в вашем, когда мы ночью все шли, смеялись, это было, это было радостно, и мало соображали, зачем шли, вот, тут как такое не очень это. А вот, а вот, когда возвращались, то чувства совсем другие были, чувства совсем были другие, что нас ждет, что нас ждет, вот, что, что мы пойдем учиться, я в райком комсомолу прям пришла, в райком комсомолу, там, приятельница, знакомая, девица меня прямо забрала и отправили в школу учиться, это, в ветер, в Елец, в Елецкую школу, и я закончила в Елецкую ветеринарное училище, вот, я по специальности ветеринарной врачи, врачи-то потому, что, наверное, годов 5-6, надо житься, а мы скоротечные, мы 2 года обдежурили и приехали восстанавливать сельское хозяйство, для нас было это хорошо, нас встречали, вот, мы, мы людей наставляли, наставляли нас, старые говорили, а мы, молодых, наставляли, как надо работать, как, как, что, вот. Каково было ваше отношение и ваших сослуживцев к Сталину? Каково отношение к Сталину? А Сталину, вы знаете, что, если честно признаться, мы в нем мало соображали отрицательное, а больше всего думали, что это так и должно быть, это так и должно быть всем, всем потомкам нашему возрастам, и думали, что ожидали лучше, ожидали лучше от Сталина, это, если короче сказать, то от Сталина ожидали мы лучшего. Скажите, пожалуйста, верили вы в Бога до войны? Что до войны? Верили вы в Бога до войны? В Бога верили до войны? А, в Бога верили? очень далеко, 25 километров от Бога и не ходили с бабкой, бабка что-нибудь расскажет. Сейчас-то я знаю много про Бога. Вот, все, это сейчас. Сейчас. Вот, а вот сама я хороший, я как-то вот собирались у нас, а я сочиняла, пока работала в этом самом церкви, сочиняла стихотворение про войну. помните, хотя бы можете одно рассказать? Хотя бы одно можете рассказать? Сейчас сразу, прямо, прямо сейчас сразу я расскажу. Расскажите. Была война, но мы пришли живыми, чтобы была война, но мы пришли живыми, чтобы новой жизни сеять, семена во имя счастья и во имя мира. Ветераны, оденьте ордена. И вот военные воды уже совсем закончили, и ветром развеяло эхо войны. На мирную форму сменили мы шинели. Давно уже снятся нам мирные сны. А вот сон мне однажды привиделся все же. Теплушки, вагоны и серый перрон. И я лет на 40 примерно моложе бегу с котелком догоняю вагон. И очередь возле кухни походной меня не пускают, толкают, кричат. А я фухачонки цвет хаки, что модной разжалобить словом пытаюсь солдат, что, ребят, я не в очереди права имею, я уж вторую войну. И р ведь я имею вторую войну. И вот вот я вот не положила то самое. И тут для помешала я, наверное, ваше ваше дело. И чтобы не потыкаться, надо было мне положить, а я сейчас немножко все равно очень хорошая стихия. Заняла стих хороший. Аж мудражки по коже. Да. Вот. И значит и вдруг просыпаюсь опять и полосни и думаю как могло так случиться, что я снова солдат и опять на войне. А с кем же ребята мои сыновья? А с кем же лучаток он здесь снова я? И тут наш НП наблюдатель землянки и лейтенант наш комбат Плюхов вот здорово и я рапортове сержант Горина я отстрелялась нормальный откат. Да снятся военные сны ветеранам. А порой им вовсе не спится заноют давно зажившие раны да пуща в висках седина серебрится и всем нам минуло давно за полвека но мы не сдаемся как прежде в строю ведь мы те же солдаты двадцатого века и в мирное время мы словно поем для мира и счастья детей мы возрастили для мира и счастья мы внуков растим и то что их деды отцы пережили на все поколение хватит и им да и теперь пока в мире совсем неспокойно пока остаются снаряды в стволе мы говорим всем воинам всем воинам что мы только за мир мы за жизнь на земле спасибо вам за внимание вам доброго добра и вашим деткам скажите пожалуйста как удавалось не не падать духом и поддерживать воинскую дисциплину не падать духом как удавалось как удавалось не падать духом и держать воинскую дисциплину и держать воинскую дисциплину это в смысле какое время это тогда еще не как вам удавалось благодаря чему чему просто не падали духом очень многие солдаты падали духом сдавались и шли в плен как вам удалось Ну, наверное, характер у меня такой была. Или малодушная, или мало соображала, или много соображала, не боялась никого. Что хотела, то делала. Что же я не занималась. Там девчата в других местах, там курили они, там занимались другими вещами. Я ничем не занималась, я ничем буквально не зацеплена никакими дурными другими вещами, которыми не положено быть в это время, когда самое страшное. Скажите, пожалуйста, каково Ваше отношение к немецким солдатам? А какими Вы их видели и воспринимали? Видела. Мама разбой орёт, царство небесное покойное мяшка, а корова телится. А снег нанёс выше 11 этажа, там в деревне, где мы жили. А её тащат. А корова тащит за рога. Она и с телёнком уже должна телиться, а её тащат. Куда уж лучше такое. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...